Здравствуйте, друзья. Ну вот и продолжение истории про одну из новинок 2016 версии SQL Server — поддержку работы с форматом JSON. У микрофона Федор Самородов. Я работаю преподавателем в учебном центре «Специалист» и занимаюсь базами данных, SQL Server и прочим дата-инжинирингом. Сегодня мы продолжим разговор про данные в формате JSON, что с ними можно сделать в базе, зачем это нужно и какие нас ждут в этом случае сложности. Раз вы смотрите это видео, то вы, наверное, знаете, что такое JSON. Это формат для обмена данными, похожий на XML, только попроще. Но идея такая же. Он тоже, во-первых, человекочитаемый, во-вторых, он позволяет в простом тексте, в обычных текстовых файлах хранить и данные, и структуру этих данных. И он широко повсеместно используется, особенно в веб-разработке, в всяких приложениях, работающих в браузере, в всяких решениях на JavaScript. Ну, в общем, он много где используется. И благодаря тому, что он очень простой, он становится все популярнее. Ну, это примерно как формат TXT. Вот формат TXT всеми поддерживается, все его понимают, все его читают. JSON — это то же самое, только чуть более структурировано. Тоже все понимают и все поддерживают. При чем тут SQL Server? Значит, напомню, что начало истории про вот эту вот новинку уже давно выложено на нашем канале на YouTube. Пожалуйста, заходите на наш канал, посмотрите, если еще не видели первую серию. Ну, а если вы ее уже видели, то давайте вот с этого места, где мы остановились в прошлый раз, и продолжим. А остановились мы вот на чем. Мы говорили, что в 2016 SQL Server появилась поддержка этого самого типа данных и обсудили подробно, зачем это нужно и что мы в базе данных примерно сможем с этим форматом сделать. Но там не было, в первой серии не было демонстраций, потому что в тех предварительных версиях SQL Server, которые к тому моменту были выпущены, нельзя было ничего показать касательно JSON, ничего не работало. А сейчас уже появилась предварительная версия, в которой кое-что уже заработало. Поэтому сегодня я, во-первых, покажу те вещи, о которых рассказывал в прошлый раз в теории, и, во-вторых, я покажу пример того, как можно улучшить работу с документами благодаря вот этим вот новым функциям. То есть сначала я покажу отдельно, как работают вот все эти функции, которые мы обсуждали в первой серии, а потом покажу, как их применять на обычном простом примере. Итак, без этого формата в базах данных, конечно же, можно обойтись. И, естественно, этот формат идеально подходит именно для обмена данными, но не для хранения. Однако, как часто бывает, коготок увяз и все птички пропасть. Начали немножко работать с JSON, чего-то там импортировали, экспортировали из базы или в базу. А потом оказалось, что еще и хранить надо данные в этом формате. А потом выяснилось, что и придется их нам в базе обрабатывать. В общем, придется иметь с этим форматом дело полноценно. Конечно, для нормального датабазника кажется сразу безумием, зачем в формате JSON работать с данными, когда у нас есть нормальные революционные таблицы. Но если бы это не было никому нужно, то не было бы и множество существующих решений для работы с JSON. Во-первых, конкурирующие с UBD уже довольно давно поддерживают полноценный тип данных и полноценную работу с этим форматом. И, во-вторых, уже много лет существуют всякие сторонние решения, которые добавляют поддержку обработки JSON-документов в SQL Server. Если вы погуглите, вы сразу найдете легко несколько отличных библиотек, которые можно разделить на два типа. Часть используют только транзакты SQL, то есть это просто написанные хранимые процедуры, функции, всякие бьюшки, которые, как правило, через конвертацию в XML преобразуют текст в структурированные данные. В текст формате JSON в структурированные данные революционные, ну и наоборот. И, конечно, решение на базе Дотнета. Загружаете сборочку в базу данных и в этой сборочке уже все прекрасно работает. Все уже удобно, готово, только вызывайте эти методы и все. Вот. Но теперь во многих случаях вот эти вот решения вам уже не нужны, потому что в 2016 версии SQL Server научился работать с JSON сам. Но есть нюанс. Научился понимать этот формат, но полноценно работать с ним все-таки мы пока не можем, потому что разработчики, инженеры из Microsoft решили, что будет правильно, если JSON будет рассматриваться SQL Server как обычный текст. Обратите внимание, у конкурентов сделано не так. Так, в конкурирующих с UBD там JSON это полноценный тип данных, ну как у нас XML. И довольно богатая функциональность в этой связи. Но Microsoft учит нас так, что если вы находитесь внутри базы данных, то скорее всего вы не делаете что-то такого очень серьезного с этим форматом. Вы всерьез не обрабатываете его по-взрослому, вы скорее его просто храните и из базы извлекаете. Ну может быть немножко там надо его как-то распарсить, как-то разобрать. А может быть и нет. То, что в SQL Server JSON хранится как обычный текст, это даже хорошо, потому что у вас не будет проблем с совместимостью. Все клиенты понимают текст. Во-вторых, с текстовым типом данных, со строковыми данными, nvarchar, работают все технологии, которые есть в SQL Server. То есть у вас не будет проблем с хранением таблиц в памяти, например. In-memory таблицы замечательно работают с nvarchar, всякие там триггеры и вообще все другие технологии, которые в SQL Server есть, они все работают нормально со строками и следовательно также будут нормально работать с вашими JSON документами. Ну и плюс, точнее не то чтобы плюс, а еще одно соображение такое в пользу того, что это хорошее решение было выбрано Microsoft, работа с JSON документами. как с текстом, заключается в том, что сейчас нет единого такого стандарта типизации JSON документов. Их есть несколько, каждый из них чем-то лучше остальных, чем-то хуже, но вот одного как-то пока не придумали. В будущих версиях, возможно, Microsoft сделает, как у конкурентов, полноценный тип данных. А, возможно, нет, потому что у Microsoft есть своя документная база, документ DB, где с работой с JSON документами и так все в порядке. Ну ладно, давайте ближе к делу. Итак, JSON, как и XML, позволяет вам в обычном тексте, который читают все системы безо всяких проблем, в обычном тексте хранить и сами данные, и структуру этих данных. Но он попроще, чем XML, тут нету таких вот тегов, там открывающего тега, закрывающего, тут все попроще. И все, что вы погружаете вот в эту структуру, оно либо является объектом, либо массивом объектов. Вот, например, first name, last name – это свойства объекта. Так же, как адрес, город, код. Эти объекты могут иметь вложенность, как и положено, естественно, в современном программировании. И если вам нужны списки, массивы, то заключайте просто эти объекты в квадратные скобочки. И все. Вот, это очень просто, это проще, чем XML. И идеально подходит для обмена данными, для сериализации каких-то объектов и так далее, и так далее. Так, ну, давайте сразу попробуем что-нибудь такое в формате JSON сделать. Так, вот у нас SQL Server. Обратите внимание на версию. Вот здесь вот. Это CTP3. Третья предварительная версия. И кое-что здесь уже работает. Это не все касательно JSON, но большинство интересных вещей я уже смогу сегодня показать. Ну, а остальное, то, что пока не работает, покажу в следующих сериях. Итак. Сначала давайте попробуем сделать самое простое, что только возможно. Это переменную, в которой будем хранить наш структурированный документ. Ну, поскольку JSON в SQL Server это обычные строки, то я объявляю переменную типа nvarchar. И в ней буду собирать свой документ. Ну, поскольку это строка, я могу туда записать что угодно. Однако, раз уж вы собираетесь с документами работать, то у вас наверняка сразу же встанет вопрос контроля типов. А как убедиться, что вы пытаетесь записать в таблицу именно корректный документ, а не что-то там? С XML эта проблема решается и довольно гибко. Там есть схемы, там есть всякие штуки интересные. Ну, а тут у нас есть только одна простая функция из JSON. Она возвращает вам либо нолик, либо один. Сейчас я не записал никакого документа в эту переменную, поэтому, наверное, она вернет мне нолик. Да, забыл сет. Да, действительно. Хорошо, давайте попробуем что-нибудь туда записать. Ну, самый простой, осмысленный документ, не пустой, это какое-то свойство и значение этого свойства. Свойства и значения мы пишем в кавычках двойных. Обратите внимание, тут регистр символов имеет значение, ну, как в XML. Ну, например, так. Имя. Евгений. Вот так. Это пока еще некорректный документ в формате JSON, потому что я не взял фигурные скобочки. Вот это свойство. Ну, или этот объект. Да, поэтому функция во-прежнем возвращает мне нолик. Так, ну, ладно. Давайте добавим фигурные скобочки. Ага, уже лучше. Вот теперь этот документ в формате JSON. Хорошо. Давайте усложним. Помимо имени, наверное, понадобится фамилия. Вот так. Проверим. Да, пока все хорошо работает. Объекты могут иметь сложную структуру. Свойства могут распадаться на более мелкие свойства. Поэтому давайте мы еще усложним. Давайте у нас это будет объект покупатель. Кстати, я забыл буковку М. Объект покупатель, у которого есть и имя, и фамилия. Вот так я для красоты отформатирую, чтобы лучше читалось. Но пробелы, естественно, ни на что не влияют. Проверяем. Да, пока все хорошо. Так, давайте еще усложним. Ну, давайте представим, что это какой-то заказ в интернет-магазине. Классика жанра. Заказ. И заказ — это такая сложная структура, в которой есть покупатель. Ну, и, наверное, есть какие-то товары, которые он там заказывает. Товаров может быть несколько. И вот здесь вот мне, наверное, понадобится массив. Массивы мы записываем в квадратных скобочках. Массив в программировании означает, что к элементам массива вы можете обращаться по индексам, по номерам. То есть порядок имеет значение. Так, ну, допустим, я купил... ...телефон. Телефон — это название товара. У этого товара есть название и цена. Вот так. Ну, и, допустим, сколько-то штук я еще купил. Три штуки. Массив я завел для того, чтобы можно было несколько товаров сюда записывать. Я это сделаю вот так вот. Я купил телефон. Я купил еще в магазине чайник. Ценой 100 рублей. Одну штуку. И еще две штуки какого-нибудь там товара стоимостью 70 рублей. Товар, допустим, называется утюг. Похоже, все правильно. Похоже, я нигде не ошибся. Пока все работает. Вот так мы можем хранить наши структурированные документы в SQL Server. В таблицах, в переменных, ну, куда мы можем запихнуть nvarchar, вот там и можем хранить. Но в чем, собственно, нововведение? В том, что теперь SQL Server может рассматривать эти строки не просто как текст, а видеть структуру, имеющуюся в них. Ну, во-первых, мы это уже видим, потому что работает функция из JSON, которая проверяет, что вы такое записали в этот столбец или в эту переменную. Действительно корректный документ или непонятно что. Кроме того, мы с этого момента рассчитываем, что вот этот документ система будет воспринимать как такую маленькую базу данных. Ну, в чем вообще смысл документ-ориентированных решений-то? В том, что документ структурированный, у него там есть какие-то свойства, атрибуты, которые можно опрашивать, выполнять какие-то запросы, сложный поиск и так далее. Естественно, нам захочется из этого документа уметь извлекать имя, фамилию, товары, там цены какие-то, ну и прочее. Как это сделать? Для этого есть, во-первых, две классических функции, query и value. Они позволяют вам извлечь из структурированного документа какие-то объекты или свойства. Разница между функциями query и value в том, что одна возвращает вам сложный объект, а другая умеет работать только с атомарными значениями, с атомарными свойствами. Я сейчас покажу. Ну вот, допустим, с этим самым заказом поступает к нам откуда-то извне заказ в таком вот формате. И мы хотим узнать фамилию покупателя. Мы понимаем, что сам заказ находится вот в этой переменной g. Но с точки зрения сервера теперь это не просто атомарная какая-то строка. Это теперь такая маленькая база данных, к которой можно послать запрос на специальном языке, который понимает SQL Server. Послать запрос можно, например, при помощи функции json-value. У нее два параметра. Первый параметр это, собственно, документ структурированный, который вы отныне рассматриваете как маленькую базу данных. И второй параметр это запрос. Запрос это тоже строка, тоже nvarchart, который пишется очень просто. Он всего лишь навсего адресует то самое свойство, значение которого вы хотите получить. И адресует, причем очень просто. Ну, примерно как вот пульт на файловой системе. Только вместо косой черты точку используйте. Работают эти запросы так. Начинается этот запрос обычно с доллара. Доллар это корневой элемент. То есть он олицетворяет собой весь этот заказ целиком. Сейчас, обратите внимание, этот корневой элемент сложный объект. То есть у него есть какие-то еще вложенные свойства, и у них еще вложенные свойства. А функция json-value с такими сложными объектами работать не умеет. Ей нужно обязательно спозиционироваться на атомарном свойстве. Поэтому пока ничего не получается. Но погружаемся дальше. Корневой элемент называется у меня «Заказ». Так, погружаемся дальше. В заказе есть покупатель. Это тоже пока еще сложный объект. У него есть какие-то вложенные свойства. А вот дальше уже идет атомарное свойство. Фамилия, которая не распадается на другие свойства. Оно содержит уже конечное значение. Вот так работает функция value. Она умеет возвращать вам конкретное значение конкретного свойства. И чтобы до этого свойства докопаться, вы должны вот в таком формате указать адрес этого свойства в документе. Ну, давайте еще. Из массива давайте чего-нибудь извлечем. Ну вот, например, второй товар меня заинтересовал. И я хочу узнать его цену. Мне понадобится снова JSON value. Value означает, что я хочу получить атомарное значение конкретного свойства. Начинается все с корневого элемента. И в нем по-прежнему заказ. Но дальше пойдем другим путем. Теперь товары нас интересуют. А вот товаров оказывается несколько. Значит, в квадратных скобочках указываем номер элемента в массиве. И в этом массиве у нас, опять же, не атомарные свойства, а какие-то сложные объекты. Поэтому надо уточнить. Нас интересует, что? Название или цена? Цена. Вот. Цена. 70 рублей. Я промахнулся, потому что у нас тут с нуля начинается нумерация. То есть, если я хотел все же чайник, то, наверное, вот так. Во. Работа с такими вот запросами идет проще, чем с x-классом в xml, потому что здесь как бы нету никакой типизации. SQL Server вернет вам просто строку, просто какой-то текст. А если уж вы считаете, что там числа или какой-то там другой тип данных, то это уже значит ваша проблема. Вы должны сами перекастовать эту строку в то, что вам нужно. ну, например, так вот. Вот так. Вот. Эта функция JSON-Value поможет вам, опять же, если вам нужно значение конкретного свойства. Если же вы хотите получить целый объект, то вам поможет другая функция JSON-QUERRY. JSON-QUERRY. Ей, наоборот, уже нужно обязательно подать в качестве вот этого адреса чего-то структурированное. Не атомарное свойство, а какой-то объект. Поэтому фамилия не подходит. Ну, например, покупатель. Ага. А вот покупатель это уже сложный объект и действительно у него есть имя, фамилия и так далее. Вот. Можно, естественно, использовать вот эту функцию для того, чтобы вырезать из большого документа какой-то кусочек, какой вам нужен. Ну, например, меня интересует товар. Второй товар в списке. Я использую опять JSON-QUERRY и говорю, давай-ка второй товар посмотрим. Да, второй товар это вот такой вот объект. Чайник. Одна штука. Ну, и если вам хочется, вы можете дальше там уже его продолжать разбирать через JSON-VALUE. Ну, сейчас в этом смысла нет в том, что я пишу. Потому что я мог бы сразу написать такой запрос, адресующий свойства. Просто хочу продемонстрировать. Вот, например, так. Теперь у меня корневой элемент вот этот ссылается на товар и у этого товара имеется цена. Вот, цена 100 рублей. Кстати, есть целая наука проектирования вот таких вот документных структур, как правильно оформить это в виде массивов, в виде атрибутов, свойств, элементов. Особенно этим интересно заниматься, если вы XML-базу проектируете. Там больше возможностей, больше есть над чем подумать. Ну и в случае с JSON-хранилищем тоже есть несколько интересных моментов и мы в следующих сериях к ним обязательно вернемся. Так, что еще нас интересует? Ну, еще есть функция JSON-модифай, которая не в селекте используется, а используется как замена insert, апдейт и делитом, то есть которая вот в эту переменную вносит какие-то изменения. например, добавить товар в заказ, изменить цену конкретного товара. Вот. Но в CTP3 она пока не работает. В следующий раз посмотрим. Итак, мы видим, что с документами работать можно. А дальше сразу же у нас встает вопрос с конвертацией данных. Раз уж у нас все это происходит внутри обычной реликционной базы, то наверняка нам в первую очередь понадобится возможность конвертации данных между табличным форматом и вот этими JSON-документами. Ну и обратно. Туда и сюда. Как и в случае с XML-м, это делается очень просто. Есть на этот случай select for JSON и функция open JSON, которые сейчас я вам быстренько покажу. Если вы хотите из табличных данных генерировать документы, то это делается очень просто. Вы добавляете к select, который вытаскивает нужные вам в документе данные, добавляете модификатор for JSON, ну как for XML примерно, только попроще. Этот модификатор может работать в двух режимах. Авто, в этом случае от вас ничего не требуется. Структура документа будет сгенерирована автоматически, исходя из структуры вашего selectа. Или pass, в этом случае сами можете указать, как там должны ваши свойства располагаться. Давайте посмотрим, как такая штука работает. Ну, возьмем какие-нибудь табличные данные. Например, давайте посмотрим на таблички. Так, я нахожусь в МДБ, тут табличек нет, но давайте в базу мастер зайдем. Тут есть какие-то таблички. и вот из этой табличной структуры я хочу сгенерировать документ в формате JSON. Самый простой способ к вашему select дописать опцию for JSON и использовать режим конвертации авто. В этом случае получается документ, название свойств которого получено просто копированием заголовков колонок. Обратите внимание, в отличие от опции ForexML вы получаете не одну строку, а несколько. Точнее, сколько строк вы получите зависит от размера документа, который у вас сформировался. Если он совсем маленький, то вы получите одну строку, ну, например, вот так вот. все поместилось в один документ, если мне нужны только заголовки таблиц. А если документ большой, то он разбивается на строки. нам-то все равно внутри базы, потому что мы такой select пишем для того, чтобы приложение из базы данные получило уже в формате JSON и не занималось само конвертацией вот в этот самый JSON. Этому приложению придется, значит, считать все строки в рекордсете, которые оно получит, и их там объединить как-то. Ну, это несложно. То есть, для разработчика приложения это очень простая задача никаких проблем. Так, давайте я как-нибудь немножко упрощу. Ну, например, меня интересует object-id, интересует название таблицы ну, и какой-нибудь там create-date. Получается документ, который оформлен как массив. Видите, он начинается с квадратной скобочки. Он оформлен как массив. И каждая строка исходного результата, каждая строка вот этого селекта превращается в элемент массива. Значит, будет массив из шести элементов. А колонки, ячейки этой строки становятся свойствами этого документа. Если вы хотите поэкспериментировать с таким документом, то, наверное, будет разумно его записать в переменную, это можно сделать вот таким вот образом. Объявляйте переменную ConvertChart и select в нее записываете то, что вы сгенерировали при помощи опции ForJSON. Вот так, раз. И вот, пожалуйста, ваш документ. Можете дальше с ним, как с JSON-документом, работать. Но в базе данных, конечно, сейчас нет смысла в этом, потому что у меня же была более удобная таблица, я мог бы с ней все делать, все, что хотел в этом селекте. Дальше работать с этим документом, конечно, будет приложение. Вот так, третья таблица, шестая таблица, шестая уже нету, пятая таблица, ну и так далее. Модификатор ForJSON.Auto хорош чем? Тем, что не нужно ничего дополнительно писать, и он сам умеет распознавать структуру ваших селектов. Ну, например, представьте, что в нашем селекте мы сделали что-то более сложное. Join, например, двух таблиц. к примеру, у меня есть таблица и еще есть колонки. Хочу получить структуру базы. Каждая колонка относится, конечно, к какой-то таблице. давайте сначала я без конвертации в JSON это выполню. вот эта информация из таблицы, которая содержит список таблиц. А еще колонки. Так, вот структура табличек в базе мастер. Ну, давайте для удобства я еще отсортирую. Так, а теперь добавим опцию for JSON авто и посмотрим, что получится. так, ну, да, действительно получился опять же массив, массив элементами которого являются строки вот этой первой таблицы, которая слева от join tables. Обратите внимание, начался массив, вот первый элемент, номер таблицы, название таблицы, дата создания таблицы, а дальше смотрите, что происходит. forjson авто распознал, что имеет место join и к одной строке из sys tables может присоединиться несколько строк из sys columns и смотрите, дальше идет один объект, который является вложенным массивом. Вот он. вот это перечисляются колонки моей первой таблички. То есть вложенность работает и это правильно. Формат json он удобен для хранения таких вот иерархических вещей и было бы глупо это не использовать. Вот режим авто это используют автоматически. То есть вам не нужно насчет этого ничего придумывать. И в большинстве случаев так, наверное, и сойдет. Но может быть и не сойдет, потому что вы же храните данные в таком формате для того, чтобы уже в готовом виде выдавать их вашему веб-приложению, которое сразу же мгновенно их распарсят. То есть приложение ждет от вас документ в каком-то предсказуемом, ожидаемом формате. И вы под этот формат можете подстроиться при помощи опции for json path. В этом случае вы сами можете указать подробно, как из отдельных свойств собирать ваш документ. Давайте попробуем. Вернусь к более простому запросу. Вот здесь я собираю JSON-документ просто из пяти строчек с названиями, номерами и датами создания таблиц. Вот такая получается простая штука. Вот массив первый элемент, дальше пошел второй элемент и так далее. Предположим, мне не нравится как называются свойства object-id, например, хочу по-другому. Для этого можно оставаться в режиме авто, просто изменить название колонки в вашем основном селекте. Например, пусть называется id или create-date. Пусть называется date. Хорошо, это я могу сделать, но в режиме авто я не могу повлиять на вложенность этих свойств. Эти свойства будут атомарными свойствами элемента массива. а если вы хотите сгенерировать документ, подогнав его под нужную структуру, включая всякие вложенности, то вам понадобится режим pass. В этом случае вы можете при задании колонкам имен использовать не имена, а адреса внутри вашего документа. Например, номер таблицы object-id. Я хочу, чтобы он у меня появлялся в документе, но не сразу, а чтобы в корневом элементе был контейнер main, например, и там id. Вот так. Так, доллар я зря написал. Вот. Main, а там id. А имя, чтобы тоже в этом же контейнере было. Main точка name. видите, имя переместилось в контейнер main. Хорошо. А вот дата в каком-то другом контейнере. Вот как-то так, например. Вот для этого нужна опция forgeson path. Она позволяет вам делать собственную структуру. Не только переименовывать атомарные свойства, но и располагать их как хотите. Таким вот образом вы конвертируете данные из табличного формата в JSON документ. А если наоборот поступает вам в базу из приложения JSON документ, и вы хотите из него сразу же для индексации, для каких-то операций вырезать какие-то свойства, какие-то значения. То есть как в привычный нам реализационный формат нарезать, сделать шрединг, нарезать JSON-документ. Ну, как и в случае с XML-ем, по аналогии есть функция OpenJSON. На вход получает JSON-документ, ну, а на выходе дает вам табличку. И очень хорошо, что это реализовано в виде табличной функции. Обратите внимание, эту функцию я написал в секции From. Она табличная, она возвращает вам таблицу, то есть вы можете использовать ее в join-ах, в подзапросах, ну и так далее. То есть это обычная табличная функция. Вот делайте с ней, что вы делаете обычно с табличными функциями. Это очень здорово. сейчас я покажу, как это работает. У меня тут уже где-то был документ в формате JSON. Ну, вот он. Возьмем наш воображаемый заказ в интернет-магазине. Хрязь. Вот он. И хочу я из этого заказа получить список товаров. Причем получить в нормальном табличном виде, чтобы заджойнить это, отфильтровать, сгруппировать, отсортировать, ну, то, что мы любим делать. Для этого мне понадобится написать select, потому что эта табличная функция, значит, мне нужна секция from. Сама эта функция принимает один параметр. И это удобно. Вот этот самый документ. Но я ведь здесь пока не указал, что я хочу именно список товаров, именно вот это вот получить. А может быть, я хотел список покупателей, получить они товаров. как это сделать, как это указать. Вы должны дополнительно дописать две вещи. Во-первых, если вам нужен не корневой элемент документа, а где-то там в глубине найти какие-то товары, то вы должны во-первых добавить второй параметр, в котором спозиционируетесь на вот том самом объекте или массиве, которые хотите нарезать в обычный революционный вид. То есть в моем случае надо сказать, что мне нужен заказ, а в заказе товары вот так. Вот это первая вещь, которую следует сделать. Спозиционироваться на том массиве, который вы хотите превратить в табличку. Хорошо, спозиционировались. И вторая вещь, она тоже необязательная. Кстати, запрос уже сейчас должен быть работоспособен. Только только вот я подчеркивание лишнее, конечно, вставил. Не надо. Вот смотрите, я уже получил табличную структуру. Вот они, мои товары. вот. И первая значит вещь, это спозиционироваться на массив, который вы в таблицу превращаете. А вторая вещь, которую можно в этой функции указать, это какие свойства из вот этого массива вы хотите вытащить в реляционный результат. какие свойства вам нужны, как они должны в запросе возникнуть, как они должны называться и какого допустимого в транзакторе сколь типа они должны быть. в общем, как в XML. Также на колонке K и Type пока внимания не обращайте. Давайте вытянем название, цены и количество. Нам надо будет дописать к нашей табличной функции секцию WIS и в этой секции мы укажем, какие колонки нам нужны. Например, название. Название должно превратиться в обычную колонку из JSON свойства типа nvarchart к примеру. только с русскими буквами проблема надеюсь к релизу исправят. Давайте я название замену на английский name. Ну и цену тоже давайте на price заменим. название это строка, а цена должна превратиться в числовой тип. Внимание. Да, сработало. Ну и штуки. Давайте это будет quantity. вот так. Вот я нарезал документ на обычные колонки в обычную табличную структуру превратил. И дальше пожалуйста можете с этим делать что вы обычно делаете в select то есть можно делать join для этого естественно название надо какое-то придумать чтобы было удобно ну типа можете там фильтровать группировать ну к примеру давайте вот посчитаем стоимость заказа на какую сумму счет надо выставить вот такая сумма получилась вот я нарезал как говорят документ на отдельные свойства ну что как видите работает все работает можно полноценно работать с документами как с нормальными структурами и выполнять навигацию по этой структуре извлекать нужные свойства нужные куски превращать их в таблички чтобы дальше дорабатывать что-то с ними доделывать в SQL ну и приложению выдавать табличные данные в желаемом JSON формате круто что еще надо ну еще надо чтобы JSON Modify работал но это в релизе конечно будет работать и еще одно замечание если вы также любите русские названия в базах данных как люблю их я вот я их очень люблю но постоянно мучаюсь то тут то там вылезает какая-то кривизна так вот если вы тоже это любите то придется немножко тут заморочиться во-первых обратите внимание когда я использую русские названия я всегда вот тут ставлю буковку n ну это понятно показать что это Unicode а еще я беру эти названия в кавычках внутри JSON адреса в кавычки с английскими названиями это делать не обязательно а еще вот эта вот конструкция если все-таки вы хотите с русскими названиями это дело запустить то в полном виде эта конструкция пишется чуть посложнее смотрите сейчас вот это слово name я использовал для двух целей одновременно во-первых для обозначения желаемого названия колонки которую вернет вот этот select вот я запускаю этот select и он мне название колонки показывает name это раз а во-вторых я использую это же самое слово для другой совершенно функции я использую как адрес как имя свойства внутри вот этого массива но по уму вообще-то это две разные вещи адрес внутри JSON документа и название колонки которая появится у меня в результате select и не обязательно вообще-то одним словом это называть вы можете полностью поступить так вот здесь писать название колонки которая должна получиться а сам адрес ну если он у вас к примеру русский как у меня изначально было название цены штуки штуки то адрес вы пишете после объявления типа вот так вот со всеми вот этими вот атрибутами значит с кавычками название название цена штук и доллар конечно же доллар вот тут вот доллар . то есть это корень относительно элемента массива вот теперь заработала и с русскими именами свойств ну я надеюсь что все-таки там сделают так в конце концов что будет работать как с английскими так же просто но почему не работает тоже понять можно потому что это две разных функции и вот здесь вот я выбираю как называется колонка а вот здесь как адресуются свойства в джейсон документе вот так вот давайте дальше двигаться на чем мы остановились и так вот такие у нас есть инструменты для преобразования данных между табличным и документным форматом и средства для обработки данных так с инструментами посмотрели разобрались теперь давайте какой-нибудь пример воспроизведем рассмотрим классическую ситуацию мы сначала не планировали ничего внутри базы данных делать с документами то есть как и положено мы эти документы от приложения принимали на хранение и потом приложению их выдавали то есть никакая поддержка джейсона нам была не нужна текстовые данные получили текстовые данные вернули а уж приложение само там на стороне приложения парсит этот джейсон разбирает его и с ним возится но как всегда бывает потом оказалось что нужно и в базе что-то с этими данными допиливать нужно и в базе как-то это индексировать искать извлекать какие-то куски из этого документа в общем работать уже не со строками а с структурированными документами формате джейсон а этот формат нам навязала само приложение в качестве такого примера я взял базу данных которая содержит наборы для карточной игры Magic the Gathering вы быть может слышали вот это база данных и как и положено для документной базы структура здесь очень простая на таблицу с символами вообще внимания не обращайте смотрите на таблицу с наборами это карточные наборы и там опять же как и положено в классических таких решениях только две колонки первичный ключ и сам документ такая структура нас вполне устраивала до тех пор пока приложение само разбиралось на своей стороне с этими данными а наша задача сводилась только к записи в базу и извлечению этих документов из базы и все но потом оказалось что и внутри базы нужно тоже с этими карточными наборами что-то делать карточные игры это как вы понимаете дело серьезное большие деньги крутятся карточная игра Magic the Gathering смысл ее не столько в игре сколько в коллекционировании то есть каждая карта это коллекционная ценность но нам это не очень интересно нам интересно то что каждая карта это сложная структура у нее имеется набор характеристик чрезвычайно важных и еще эти карты выпускаются такими пачками наборами и теперь у нас возникла необходимость внутрь этого набора заглянуть увидеть в этом наборе среди как нам раньше казалось обычной строки увидеть там отдельные карты игральные отдельные вот эти документы и внутри каждой карты еще увидеть какие-то свойства этой карты там атака защита стоимость название и прочее какие-то вещи все это чрезвычайно важно давайте посмотрим как это у нас сейчас хранится но сейчас это хранится у нас незатейливо в виде обычных строк так вот наши карточные наборы у каждого набора имеется название вот этот ключ и собственно содержимое это JSON документ как видите в начале там идет некая информация о этом карточном наборе как этот набор называется там что-то еще ну а дальше информация о картах входящих в этот набор со всеми их карточными игровыми характеристиками и вот с этим нам теперь придется работать инструменты мы будем использовать естественно вот те же самые только единственная разница вместо переменной я буду работать с колонкой таблицы вот а в остальном все то же самое так что нам предлагает Microsoft в этой связи ну во-первых я правильно все сделал что сохранил это в строковых данных но теперь раз уж мы собираемся в базе с этими документами работать со структурами надо бы добавить поддержку проверки типов для этого у нас есть функция из JSON и наиболее важные вещи для последующей индексации для более удобной работы вытащить из документного формата в реляционный то есть превратить в отдельные колонки материализовать их построить по ним индексы и после этого все будет работать и удобно с точки зрения селектов и еще и быстро вот сейчас давайте вместе это сделаем так ну принципиальный вопрос в общем-то у нас тут один надо разобраться с структурой этого JSON документа и выделить из него две вещи выделить важные свойства которые встречаются в этом документе в единственном экземпляре и свойства которые представляют собой списки массивы с ними мы будем работать по-разному то что является единичным свойством мы превратим в колонку а то что является списком мы превратим в табличную функцию и потом будем join через cross-apply так ну первое что бросается в глаза это название вот обратите внимание у каждого набора есть название а у меня в таблице только код хотелось бы это название вытащить ну мы уже знаем что у нас есть функция которая вытаскивает значение одного атомарного свойства это функция JSON value на вход я передаю сам JSON документ в моем случае это колонка колонка называется карта и запрос я думаю можно вот так вот который адресует одно атомарное свойство наверное name только я забыл доллар вот пожалуйста я получил набор что дальше с этим делать ну конечно внутри базы вы не захотите каждый раз писать вот этого JSON value и еще вспоминать где там этот name большими буквами пишется или маленькими у вас есть два варианта либо оформить это в виде скалярной функции либо оформить это в виде вычисляемой колонки либо сделать и то и другое ну и то и другое это не представляет никакой проблемы для разработчика базы данных это вещи в общем-то простые давайте я покажу оба варианта первый вариант первый вариант как можно разобраться по-человечески с единичными свойствами ваших JSON документов первый вариант это создать скалярную функцию назовем ее get в качестве параметра она принимает естественно JSON документ то есть возвращать будет название ну наверное это строка длиной ну не знаю 100 символов наверное хватит и делает она простейшее действие выполняет вот такой JSON запрос оператор возврата забыл вот все теперь у меня есть функция get name и это здорово потому что работая теперь вот с этими игральными картами я не буду вспоминать как там это свойство закодировано внутри этого документа хотелось бы пореже туда лазить и вспоминать про эту структуру я буду использовать get name и название колонки функция скалярная поэтому надо название схемы конечно писать вот пожалуйста стало конечно удобнее чем то что было было вот так так давайте второй вариант посмотрим как можно разобраться с этой структурой ну второй вариант тоже простой и второй вариант конечно в большинстве случаев предпочтительнее надо создать вычисляемую колонку в которую либо вот эту вот функцию запихнуть скалярную либо выражение которое использует JSON-value давайте это проделаем добавлю вычисляемый столпец который будет называться заголовок так и этот заголовок на самом деле будет отображаться на вот такую функцию JSON-value от соседней ячейки карты так так сохраняем 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 такой способ удобнее но тут есть один нюанс пользователи должны быть достаточно грамотны чтобы не писать select звездочка потому что если пользователи будут постоянно писать select звездочка то все вот эти вычисляемые столбцы они будут вычисляться а это может быть не нужно timeout timeout поправим там много похоже данных еще одна попытка сохраняем сейчас сохранится и вот так вот мы поступаем с каждым важным для нас атрибутом документа который встречается в этом документе в единственном числе готово и так что это нам дало теперь можно и про функцию тоже забыть а писать очень простые удобные запросы ну и представьте что нужно найти к примеру все карточные наборы в названии которых есть скажем слово дуэль вы это делаете так как будто бы работаете с обычными таблицами не вспоминаете ни про какой джейсон вот пожалуйста значит помните только про две вещи из select звездочка ну нехорошо так делать да чтобы не вычислялись эти столбцы и во вторых раз уж вы собираетесь чего-то там делать в базе данных с этими колонками наверное будет разумно их материализовать сейчас каждый раз обращение вот к этому вычисляемому столбцу делается путем встраивания вот мой запрос той скалярной функции которую я написал то есть тут вызывается джейсон value и это конечно медленно мы можем посмотреть план запроса и увидеть что на самом деле происходит когда я работаю с вот этим заголовком давайте вот так сделаем окно сканируется кластерный индекс и вот раз уж у меня теперь есть этот самый вычисляемый столбец давайте его материализуем и проиндексируем чтобы подобного рода запросы выполнялись побыстрее так готово и теперь снова попробуем выполнить наш select напоминаю пользователь думает что он работает с обычной табличкой он может даже не знать что там где-то спрятан джейсон документ и смотрите план запроса индексик ну конечно это гораздо приятнее вот эту операцию которую я сейчас показал вы повторяете для всех свойств вашего джейсон документа которые встречаются в единичном экземпляре так ладно а что делать с большинством других свойств которые представляют собой списки или там массивы какие-то сейчас разберемся давайте снова посмотрим на наши игральные карты ну самое главное что есть в этом документе это конечно список карт наверное где-то в недах этого документа сохранены игральные карты со всеми их характеристиками ну давайте попробуем докопаться где же они там у нас хранятся так вот начинается с фигурной скобочки основной наш элемент тут значит заголовок какие-то коды дата выпуска какие-то там еще характеристики очень важные для коллекционеров ага и вот дальше пошел какой-то массивчик бустер давайте на него посмотрим поближе посмотрим поближе это значит вызовем функцию джейсон квэри джейсон квэри вырезает из большого джейсон документа маленький кусочек но тоже формате джейсон конечно давайте я сфокусируюсь на одном наборе десятая редакция и вырежем из этого самого документа из этого набора вырежем кусочек какой кусочек который называется booster так я не ошибся сейчас посмотрим к сожалению скролируется медленно а не booster карт карт конечно вот он так уже полегче сейчас докопаемся судя по тому что после квадратной скобочки означающий массив идет фигурная значит я наблюдаю массив каких-то сложно структурированных объектов и это вот как раз наверное мои карты у каждой карты есть тип цвет там магия разных цветов в этой игре отличается название фамилия художника текст на карте написанный ее стоимость и так далее и вот пошла вот здесь вот смотрите пошла следующая карта давайте еще уточним давайте карту возьмем самую первую посмотрим на нее и если я не ошибся вот да вот компактная информация об одной карте здорово и так те свойства которые повторяются многократно вот например карта со всеми своими свойствами встречается в наборе много раз их тоже можно удобно вытащить в реляционный запрос в реляционный мир с тем чтобы превышенными селектами превышенными реляционными операциями нормально по-человечески обрабатывать эти данные для каждого такого повторяющегося объекта представляется разумным написать табличную функцию не скалярную а табличную которая возвращает целый набор строк которые можно будет как таблицу заджойнить ну или сделать из нее селект давайте такую табличную функцию напишем написание такой функции опять же не представляет ее использование тоже не представляет никакой сложности если вы с базами данных работали функция будет возвращать список карт и принимать на вход опять же документ в формате джейсон который будет в нашем случае являться ячейкой вот этой таблицы то есть карточным набором функция табличная возвращает таблицу и мы ее опишем как встраиваемую инлайновую функцию то есть она будет эквивалентна одному селекту мне понадобится функция open джейсон который я уже показывал и базовый адрес это карты массив с картами забыл оператор возврата опять готова готова ну правда я сейчас нехорошо поступил я функцию не дописал она будет возвращать сейчас мне там еще лишнее и не не получу атомарных столбцов но сейчас я проверю как она работает и потом сделаю все правильно так теперь я могу сделать так ну давайте выберем скажем какой-нибудь карточный набор например десятую редакцию запишем в переменную я такой прием уже показывал теперь у меня в переменной g один карточный набор нужно мне и я могу воспользоваться моей замечательной табличной функцией которую только что написал которая покажет список карт из этого набора так ну вот как-то так она должна была сработать сейчас мы ее допилим так чтобы она работала правильно вместо create я напишу filter чтобы можно было менять эту функцию во-первых я во-первых я длину строки забыл показать вот так вот уже лучше и я не указал какие же я хочу колонки то так ну давайте начнем с названия где у нас тут название карты name похоже это name добавим добавим секцию выс и в ней укажем что нас интересует name отлично так ну и дальше там перечисляем что нам еще нужно тип еще там у карты есть цвет нет нет цвета нет что там есть я уже забыл цвета это массив так layout редкость имя художника ну и в общем все вот это прочее ну давайте текст текст еще текст и редкость добавим как и в xml регистр имеет значение в джейсоне осилил да все хорошо ну что же теперь когда у меня есть такая замечательная табличная функция listcards можно опять же про джейсон формат забыть и не волноваться насчет расположения этих элементов в этом самом документе работать можно на чистом SQL ну например давайте посмотрим вот во всех этих карточных наборах какие есть и сколько редких карт вот карты там по редкости делятся редкие совершенно нередкие немножко редкие ну и поскольку это игра коллекционная это все очень важно и так значит про джейсон я как будто бы не знаю думаю что я работаю просто с чистым SQL я знаю что у меня есть табличка с карточными наборами и есть табличная функция которая из каждого набора разворачивает список карт ну а в языке SQL для этого у нас есть отдельный вид джойна который называется кроссаплай я применяю в каждой строке то есть каждому карточному набору лист карт и таким образом вижу в каком наборе какие карты вот пожалуйста я развернул карты из каждого набора ну и дальше что там я хотел сделать хотел посчитать к примеру в каждом наборе в каждом выпуске Magic the Gathering сколько редких карт считаю меня интересуют только редкие карты то есть редкость должна быть RR и сгруппируем по наборам и в каждом наборе посчитаем сколько там этих редких карт на самом деле на самом деле когда выполняется этот запрос или точнее когда вызывается функция list cards конечно в этот момент происходит нарезка JSON документов и ну такой запрос он не очень быстро будет работать конечно на большом количестве сложных документов вот но это сейчас не главное мы же не ради производительности затеяли историю с документами главное то что применяя вот такие два приема вынесение единичных свойств и вынесение массивов в табличные функции вы можете абстрагироваться от этого JSON и работать с запросами как бы на более высоком уровне что естественно лучше вот так так ну в теории мы об этом говорили в первой серии сейчас я просто это продемонстрировал на практике атомарные атрибуты превращаем в скалерные функции или вычисляемые столбцы ну а массивы нарезаем и при помощи apply join вот так еще быстренько давайте вспомним важный такой вопрос который мы поднимали в первой серии если вы строите документ ориентированное хранилище то что вам лучше использовать в базе JSON или XML и то и другое похоже и то и другое имеет средства для обработки для селектов для модификации конвертации и проверки типов но конечно же лучше использовать для документного хранилища в SQL сервере XML потому что там оптимизированное хранение индексы XML схемы и все и все такое прочее ну конечно это здорово это важно JSON же обычно навязывается нам разработчикам приложений то есть не мы приняли решение работать с документами а разработчик приложения ему так было удобно ну а если все-таки вас интересует JSON как средство хранения и обработки документов в базе то вспомните что у Microsoft есть документная база документ ДБ где все сделано оптимизировано по-человечески и JSON документы там обрабатываются естественно быстро и как положено то есть SQL сервер используем XML а в Azure JSON пора наверное нам закругляться и так сегодня мы не только узнали как работать с JSON документами в SQL сервере начиная с 2016 версии но и смогли попробовать увидели это дело вы можете себе установить тестовую версию 2016 SQL сервера и все вот эти эксперименты провести если вам нужны мои примеры которые я тут демонстрировал мои запросы или вот эта база данных с магическими картами то пишите мне на электропочту я вам все это пришлю ну а в следующих сериях про работу с документами мы обсудим как бы оптимизировать производительность во всех смыслах ну и еще займемся этим пока не задачались проектированием правильного удобного документного хранилища то есть если все-таки работа с документами это то вокруг чего крутится все наше решение то как правильно организовать базу данных все-таки в сегодняшнем примере я сымитировал такую типовую ситуацию когда постепенно постепенно наша база эволюционировала вроде джейсон особо не был нужен а потом понадобился а вот если вы с самого начала знаете что будете серьезно работать с документами то как правильно все это спроектировать вот это в следующих сериях мы обсудим так что оставайтесь на связи подписывайтесь на наш канал добавляйте пожалуйста меня в друзья пишите письма и конечно приходите к нам учиться в учебный центр специалист у нас много интересных курсов в том числе по SQL Server до встречи до свидания до встречи